Девушки отдыхают Гладко, что ты практически не дергалась Осень 2009 года На кухне только что отремонтированной квартиры Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Пара Только не спортивная и не танцевальная Пара семейная Татьяна Татьмянина и Алексей Ягудин Мне повезло, конечно С Татьяной Все делает, убирает Видите, как все чисто Я даже никогда не думал, что я буду жить в такой чистоте В общем Прихожу, завтра готов Обед готов Секундочку, а откуда прихожу Что завтра? Из душа Из душевой комнаты Татьяна, это без подвоха вопрос? Чего? Какой? Откуда он приходит? Да, что завтрак готов? Какая раньше? Он же приходит на завтрак И это уже хорошо Если бы к обеду приходил, было бы немножко Были бы вопросы, да? А так на завтрак? Леха сдал себя со всеми подраками за 20 секунд Не, вы понимаете, график жизненный Настолько загружен и перегружен, что приходится иногда ночами работать В этой просторной квартире на 40-м этаже Они поселились летом 2009-го года Когда уже знали, что ближе к зиме Произойдет самое главное в их жизни событие Даня, плохо спишь? Ну, конечно, сейчас невозможно поворачиваться Так смешно Иногда ночью я просыпаюсь И слышу Почему? Слышу процессы Переворачивания Да, переворачивания С одного бока на другой И так прикольно И вот несколько минут Потом так Видать, чувствую перевернул Такой выдох И тишина Дочка Алексея, Татьяна и Лиза Появилась на свет 20 ноября И пока малышке не исполнится месяц Родители ее никому не показывают Татьяна Томьянина и Максим Маринина Одна из самых сильных Одна из самых популярных фигуристок мира 21 века В паре с Максимом Марининым Олимпийская чемпионка Турина Двукратная чемпионка мира И пятикратная чемпионка Европы Ее история Это пример силы воли Характера Целеустремленности И пример веры в себя В свою звезду Девочка из российской провинции С Урала Она стала одной из ярчайших звезд мирового спорта А еще спутницей жизни одного из самых завидных женихов А российских это уж как минимум Я в какой-то момент потерялась с жизнью Что мне делать, кем мне быть И как вообще дальше жить И вот тут появился этот Клоун в хорошем смысле этого слова Он на вас не обидится? Он не обидится, он вообще не обижается Он не умеет обижаться И чему я рада Что этому же он сейчас учит меня Привет, меня зовут Варвара Я родом из Питера 2009 год Татьяна Татьмянина не забудет никогда Именно этот год отнял больше всего сил И принес самые большие эмоции В конце года самые счастливые А в начале самые драматичные, тяжелые Когда она родилась Для меня это свет в окошке был Это счастье, что вот она у меня есть Для меня самое дорогое в жизни это она В январе В жуткой автомобильной катастрофе Татьяна потеряла самого близкого человека Своего единственного Преданного друга Ночью в метель по дороге из Москвы в Петербург Недалеко от Новгорода Легкий джип Натальи Васильевны Вынесла на встречную полосу Подтяжеленный КАМАЗ Лобовое столкновение Травмы, полученные Натальей Васильевной Оказались несовместимыми с жизнью Но за свою маму Таня боролась до конца Она добилась, чтобы Наталью Васильевну Доставили в Петербург В нейрохирургическую реанимацию Но что-либо сделать было уже невозможно Когда маму приезжали в военную медицинскую академию Врачи, конечно, не скрывали Что шансов вообще никаких нет Я все равно надеялась на чудо А его не произошло Мамино сердце остановилось 29 января 2009 года Состояние было очень плохое у Татьяны Она связывала слова, какие-то фразы Но эмоций за этими было ноль То есть, как робот говорил То есть, человек вообще, из которого душу вынули В церкви мы были, когда отпевали В церкви, Таня, значит, тоже сказала такую вещь Что вот зачем, почему она меня оставила Я совершенно осталась одна И вот так любить своего ребенка, как любила мама Говорит, это просто страшно Так нельзя Я говорю, Таня, ты понимаешь, что она все равно останется всегда с тобой рядом Твоя мама будет всегда рядом Для меня до сих пор этот факт остается неприемлемым Что мамы нет Для меня мама уехала То есть, когда я прихожу на кладбище У меня нет никакой ассоциации Мама и... Ну, что я здесь именно из-за мамы Вот сегодня у нас здесь Мы молимся, чтобы Господь даровал ей Царство Небесное За все эти добрые дела, за все те труды Которые она в жизни совершила Субтитры создавал DimaTorzok Март 2009 года Гастрольный тур проекта «Ледниковый период» Город Перми Для всех артистов не более чем очередное выступление Но не для Тани После смерти мамы Это ее первое возвращение в родной город В котором она выросла В котором она всегда была с мамой Эту маленькую собачку Татьяна старается не выпускать из виду ни на секунду Потому что это ниточка к маме Собака в тот страшный день Была в машине вместе с Натальей Васильевной И каким-то чудом выжила Уцелела Я никогда не задумывалась о себе Я всегда делала так, как удобно ребенку Я жила всегда ради нее В Пермь Татьяна приехала на 40-й день после похорон мамы И вот встреча Эта женщина как две капли воды Похожа на Наталью Васильевну Это ее родная сестра Близнец Танина тетя Никогда не поймем того, что Наташа нет Мама, я двойняшка Мне это сложно пережить Я не могу Я не смирюсь никогда с этим Стараемся Танюху поддерживать Самое главное У меня кроме нас никого не осталось В ее жизни была безграничная любовь мамы Но в то же время Танина детство абсолютно счастливым назвать нельзя Кроме крестной, тети Тани и старшей сестры У Татьяны Татьмяниной во всем мире не осталось никого Точнее, родственники есть Но отношений с ними нет Так сложилось Недавно был разговор Когда девчонки там сидят в раздевалке Ой, у меня папа вот сделал там Мне в детстве в комнату так оформлен Ой, а мне папа вот это делал Ой, мне папа вот это делал А я сидела-сидела И вот нереально нечего вспомнить, что для меня сделал папа Кроме как дал мне жизнь Первый, конечно, вид, о котором мы разговаривали Второй, это камин Я всегда хотел иметь камин Туда заливается жидкость Поджигается И, конечно, ночью просто обалдеть Пойдемте дальше А над камином телевизор такой немаленький Телевизор, ну Вы знаете, здесь Какая история Нормальные люди, когда делают ремонт Они делают нишу под размер телевизора А что сделали мы? У нас как-то получилась ниша А потом пришлось покупать телевизор в эту нишу Поэтому, извините, размер телевизора Они оба, Татьмянина и Ягудин, выросли без отцов Но если Алексей постоянно находился в компании с доброй и заботливой бабушкой То Тане и здесь не повезло Мы жили в четырехкомнатной квартире Которую когда-то дали бабушке на заводе Вот И в один определенный момент она решила Что это дали мне Давайте вы метайтесь В один момент бабушка решила избавиться от нас физическим методом То есть не пускала в квартиру Дожидаясь в темной квартире с палкой Бывало, била маму, когда мы заходили Ну и в итоге, это, конечно, не знаю, нужно говорить или нет Но в любом случае В какой-то момент нам просто страшно стало попадать в квартиру А неизвестно, что она там нам приготовит Кажется, ощущение, что все то же самое Вообще ничего не изменилось Даже лифт не работает Как раньше Ну что, пойдемте на шестой этаж Татьяна ведет нас в самое памятное место родного города Это не ледовый дворец и не родительская квартира Не школа и не детский сад Самые яркие воспоминания Таниного детства Это научно-исследовательский институт, в котором работала ее мама Шестой этаж А вот тот самый коридор За этой ныне опечатанной дверью Маленькая комната с несколькими столами и стульями Когда-то за этой дверью проходила моя жизнь 10-11 лет, когда девочки приглашали в гости друг к другу Мне было пригласить некуда Вот это были такие не очень приятные моменты И я, в принципе, всегда это скрывала от сверстников Что мы живем не так, как все К счастью, директоры были хороши Поэтому разрешалось негласно, скажем так То есть не было, естественно, не было никакого официального согласия Что мы живем там, да И что делайте все, что хотите, да Живите, только лишний раз свет не включайте Чтобы с улицы не было видно Мама и дочка были прописаны в квартире бабушки Разменять которую через суд Наталья Татьмянина смогла только через три года А все это время Долгих 37 месяцев Таня и ее мама При живых отца и бабушки Фактически были бомжами Коллеги Натальи Васильевны По аналогии с сыном полка Называли маленькую Таню Дочь института Больше я теряю Мой привычный круг друзей О, Боже, дай И о чем сажалеть О, Боже, дай И о чем сажалеть А вот как все начиналось 92-й год Таня Татьмянина – участница первенства России Выступала она как одиночница До тех пор, пока ее не пригласила к себе в группу Работающая со спортивными парами Наталья Павлова Из 20 барышень, которые выступали Значит, ну, где-то одни баскетбольного размера Другие там, это, борцовского такого Ну, очень крупный вариант такой был И тут я честно просматриваю Потому что Максим, он как раз у меня один Уже нуждался Потому что у нас там что-то не получалось Фактура метр восемьдесят шесть Худющий И тут такой выплывает Воробей какой-то Ну, что вообще было потрясающе Она откатала произвольную программу Просто, ну, здорово Сели спокойненько с ней так на трибунку Я говорю, труд тяжелый Труд у парницы В принципе, понравится, не понравится Давай попробуем Мальчик у меня симпатичный такой Нормальный, вроде добрый Взял тебя за руки, прокрутил И вот эту поддержку сделаем вращательную Нормально? Это была моя детская мечта Побывать в Питере При первой встрече партнер произвел на Татьяну Неизгладимое впечатление Она на него тоже неизгладимая В определенном смысле Ну, как-то, ну Особое впечатление Ну, да, такая стройненькая Там С тонкими ножками С тонкими ручками Ну Такая невзрачненькая, скажем так Подъехал к тебе Спокойно взял тебя за руки Поворачал, поворачал Посмотрел здесь на меня Вот И здесь Раз друг на друга И Ну, вот, посмотрели Пришла в тренерскую Наталья мне, значит, и Спрашивает, ну как Ну, я ей сказала, что Ну Так Она говорит, что это сделаешь? Сможешь что-нибудь сделать? Я говорю, ну, постараюсь Я ничего не обещаю, но давай Попробуем И попробовали Начиная работать с хрупкой Уральской девочкой Тренеры-хореографы Даже представить не могли Насколько сильный Насколько волевой У нее характер Она сильная Она работоспособный Человек очень Потом она, если она что-то Не сделала, у нее что-то Не получается Она не уйдет со льда Пока не сделала У нее даже если что-то С прыжками не получалось Она могла подъехать Бортику Вот так кулаком шарахнуть Таня, можно уходить Нет, я не уйду Это тех пор пока не сделала У них болеть два дня По пермским законам Это смерти подобно Ну, ну, все Помирает уже человек Таня, полежи там Нет, я завтра буду Вот это уже Вот это уже Потрясает Таня, а посуду вы любите мыть? Честно сказать Не фанатею от этого занятия Ну, а что делать? А Ягудина можно заставить Помыть посуду? Ему можно заставить Сделать все, что хочешь У меня всегда был Хороший жор Хороший аппетит Рыночный творог Хорош, конечно У него не для сырек Да, они не получаются Сейчас возьмем другую сковородку Просто и пожарим заново Нас там обслужим Сегодня Что? Ты чего ругаешься? Тихо Петроградская сторона Один из самых престижных районов Петербурга Жить на Петроградской Рядом с дворцом спорта Юбилейный Мечта любого фигуриста Заработав за карьеру Приличные деньги Татьяна мечту воплотила Варя, иди сюда Уютный дворик До юбилейного Пять минут пешком Впрочем, Таня очень хорошо знает Что в Питере Есть не только Благополучные кварталы В начале своего питерского пути Пришлось повидать Всякое Коммуналка была Недалеко Но там было реально Много соседей И Которые Каждое утро выходили И читали с мамой Нам нотации Что На кухню Они нас не пускали Потом Мыться Когда они Говорили нам Определенные часы В квартиру Иногда было не попасть Потому что Они закрывали На какой-нибудь Дополнительный замок Лахтинская улица Проспект Наставников Проспект Народного ополчения Улица Комуны Проспект Науки Улица Салова Рыбацкий проспект Улица Трефалева И так далее И так далее Татьяна подсчитала Что за несколько лет В Питере Они с мамой Сменили 18 адресов Иногда Откровенно Выживали соседи Иногда Гнали хозяева Когда мама с дочкой Не могли Вовремя заплатить Тупиковой ситуацией Была в том Что у матери Не было петербургской прописки А значит и речи не могло быть О постоянной работе Уважаемый инженер С высшим образованием Наталья Васильевна Бралась За любую работу Кто-то просил Помочь убраться Там где-то что-то помыть То есть как я говорю Мам, ты перемыла Весь Питер Чтобы я каталась На самом деле Были моменты Когда Там была булка Батон Масло И чай И вот Хочешь Хочешь Задень Сидишь Хочешь Задень Хочешь Задень Вот И рукой Рукой Зажимай Вот Вот Хорошо 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 И спокойно Опустил тебя Проворащал На другую И поставил Поставил Вперед Татьяна Татьмянина И Максим Маринин Когда они познакомились Ей было 14 Ему 18 У Максима в Питере Не было совсем никого У Тани Никого Кроме мамы За несколько лет Каждый день Общаясь только друг с другом Они прошли типичный Для спортивной пары путь Из чужих абсолютно людей Превратились Практически в родственников А Наталья Васильевна Была просто поставлена Перед фактом Что детей у нее стало Двое Она поддерживала Их Сначала Таню А потом и Макс А потом они жили уже В одной квартире Снимали квартиру И жили вместе И то, что было все На маме Это Тут даже говорить нечего Мама что могла Делала Какие-то продукты Где-то Где-то что-то подешевле Что-то где-то Она выискивала Чтобы как-то накормить Я никогда не видела Что приходила Таня Где-то что-то у нее было Не отглаженной Не отутюженной Ну неопрятно То же самое и Макс Ну что, сейчас отдохнешь Еще повторим разочек Это вот человек Который Ну Все вот эти годы Держал нас вместе Что Если где-то какой-то конфликт То есть С одним С другим И даже иногда Я на нее обижалась Что она была Не на моей стороне Вот То есть получается Она вела себя Как идеальная теща Поэтому Были даже такие моменты Я говорю Мам, ну как ты так можешь? Ты же моя мама Почему ты на его стороне? Ну вот Так надо И все Наталья Васильевна Крестная мама Максима Маринина Благодаря ей Я не чувствовал Что я нахожусь без матери То есть она Ну Как бы опекала меня Точно так же Как и свою дочь За что я Безумно благодарен Потому что Практически Между мной и Таней Стоял знак Раинство О том, что Татьяна Татьмянина Человек непростой Сказано немало Говорят Закрытая Недоверчивая Но может ли быть иначе Если так вот Потрепала жизнь В ее детстве И в ее юности Было только фигурное катание И даже друзей Из детства не осталось Не было Да и сейчас вот У меня нет подруг Вообще нет Нет Я общаюсь С мамиными подругами С людьми С женщинами Которые старше меня С ними интереснее Доверять Свою жизнь С верстницей Ну зачем Кому это надо Если Если не с кем Поговорить Иди к психологу Оттуда уже Никуда ничего не уплывет Что такое дружба Когда ты можешь Доверить все Как маме Да Ну да Вот у меня была подружка Ее не стало А новый заводить Не хочу А с мужчинами Вам проще? Да Детские лишения Наложили на характер Татьяны Татьмяниной Еще один отпечаток Внутреннее стремление К достатку Поэтому с первых же Гонораров Таня открыла в себе Еще один талант Часами ходить По модным магазинам До полного изнеможения Я больна По протяжении Нескольких лет Как любая женщина Ну не любая А женщина У которой в детстве Не было возможности Позволять себе что-то Сколько у вас рекорд По нахождению В одном магазине? 8-10 часов Мы с мамой Могли проводить Женщины же В основном Снимают стресс В магазинах Ну да Вы настоящая женщина Даже просто Пойти почесать глаз И тоже приятно Конец 90-х В парном катании Безграничное властвование Российских фигуристов Казакова Дмитриев Ельцова Бушков Бережная Сихорулидзе Петрова Тихонов Наши берут золото На всех Без исключения Чемпионатах Пробиться в сборную Страны Невероятно трудно Конкуренция Но именно в условиях Жесткой мясорубки К Татьмянина и Маринину Под руководством Натальи Павловой Приходят первые успехи Медали чемпионата страны И место в национальной команде Наталья Павлова Готовила фигуристов И к чемпионату Европы 2001 года На котором они завоевали Серебряные медали Но на сам чемпионат Тренер уже не поехала Дело в том Что отработав у Павловой 4,5 года Фигуристы решили Что им пора Менять тренера То, что мы ушли Это не значит Что мы плохи Или она плохая Это было какое-то Несовмещение организмов Поэтому Я не могу сказать Ничего плохого Про нее вообще То есть У каждого Свои тараканы Ну да, да Ну то есть Кататься И хотели Тамара Николаевна Москвиной Но Работающая в то время В Америке Тамара Николаевна Ответила Отказом Это было не в их интересах Потому что Ехать перед Олимпийским сезоном Перед Олимпийскими играми В Америку На пребывание В которой У них не было Ни средств Не было языка Они не владели Навыками Вождения машины Они не знали Где Как Откнуться Как бы их приехать Из аэропорта И так далее То есть Практически бы Ребят Я вытащила Для того Чтобы их В этот первый год Угробиться Это было Ну не по-человечески Тамара Николаевна Сказала нет Ну а дальше Матушка судьба Я приехал в город Из Америки Я с своей Бывшей супругой Зашел к Тамаре Николаевне Домой Поздравить ее С Новым годом И вот когда мы зашли Как раз раздался звонок Звонила мама Тане С вопросом Ну как наш вопрос Будет решаться Или положительно Или отрицательно И вот тогда Тамара Николаевна Сказала Ну что Будешь брать Или не будешь брать пару И тогда я сказал Что да Я готов В принципе Попробовать И через три недели Татьяна с Максимом Оба знающие Только несколько слов По-английски Оба имеющие в кармане Всего по нескольку Сотен долларов Прилетели на тренировочную базу Коллегу Васильеву В Чикаго Полетели вообще Не знаю куда Не знаю зачем Вот что будет То и будет Это вот Наверное Где-то подсознательность Сделала Что это последний шанс Тане было очень сложно Уезжать Потому что Проведя всю свою Сознательную жизнь С мамой И так сказать При Постоянном Контроле Поддержке Ну Все вот Сто процентов Со всех сторон Мама ее Обхаживала Да Тут прилететь Одной В другую страну К новому тренеру Это было очень сложно Она отпустила Безоговорочно Конечно То есть Первые разы Когда Первые наверное Три года Когда она Провожала В аэропорту Она всегда рыдала А потом Как-то она уже Смирилась с этим Но Честно сказать Не представляю Как ей это далось Под руководством Олега Васильева Они начали работать С весны 2001 года Однозначное Ощущение Что перспективы Есть У Татьяны И Максима Появилось Очень скоро У нас Обоюдное Было желание Тоже Как-то Твердиться Что Мы не такие Как о нас говорят Мы можем быть Там Другими Можем быть Лучше Именно Психологически Мы наверное Себя почувствовали Комфортно Что мы кому-то Нужны Что за нас Готов кто-то Стоять Вот это Вот наверное Было Самое Главное Вот на тот момент Что нам было Необходимо Через год После начала Совместной работы Они выиграли Чемпионат Европы Еще через два года Чемпионат мира И дальше В парном катании Наступила эпоха Татьяны Татьмяниной И Максима Маринина Начиная с 2004 года Они выиграли Все турниры В которых принимали Участие Все За одним Очень драматичным Исключением Они Татьяна 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 И Максим Маринина Октябрь 2004 года Начало нового Предолимпийского сезона Для Татьяна И Маринина Эти соревнования Важны вдвойне Потому что Это их первый В жизни турнир На который Они вышли Действующими Чемпионами мира Нужно доказывать Что победа Не была случайной Какое-то Неспокойствие Было Хоть я и в церковь Сходила Все равно Не успокоилась Все равно Не успокоилась Такого Не бывало Никогда А к вечеру Вообще Просто Место себе Не находила Как будто Чувствовала Что-то И вот Начало Произвольной Программы После которой Жизнь Татьяны И Максима Будет четко Разделена На до И после Я вышел На старт Я даже Не волновался Потому что Я эту программу Эту катали Произвольную Через день И реально После там Двух-трех Элементов Я понял Я пустой Я не доеду Я не доеду Заметить это Со стороны Могли только Специалисты Татьяна и Максим Уверенно Исполняют Параллельный Тройной прыжок Выброс Делают Первую поддержку И вот-вот И вот-вот Будут заходить На вторую Ту самую Я не доеду Я не доеду Я не доеду Я не доеду Первое, что я сделал, я проверил пульс, пульс был. То есть первое, значит, сердце работает, значит, жива. Потом я подошел к Максу, я увидел, что он в глубоком шоке, то есть он даже не мог адекватно мне ответить ни на один вопрос. Что же все-таки произошло, в чем была ошибка? Эту ситуацию Олег Васильев и Максим Маринин прокручивали много раз. Вот эта позиция между двух партнеров, она очень важна. Он ее начал поднимать, и вот здесь я увидел, что подъем идет очень и очень по большому кругу. Пошел толчок, я ее туда наверх затащил, и я понимаю, что лучше ее как бы уже сейчас опустить. Уже процесс неконтролируемый пошел. Мог быть перелом ключицы, руки, позвоночник, шеи, все что угодно, потому что лед, в принципе, это бетон, он не пружинит. Могло все разом закончиться вообще, а могло бы и не быть ее больше. И такое могло быть. Вы сами видели это падение. В сознание Таня пришла только, через 4 часа, уже после всех обследований на больничной койке. Таня была в промежуточном таком состоянии. Вот, а под утро она открыла глаза, спросила, где я. Я сказала, что в больнице. Следующий вопрос был, Олег, вы думаете, мы сможем подготовиться к следующему этапу, гран-при, или у нас нет времени? Что-то вот такое. То есть первое, практически это сразу, был вопрос о том, сможет ли она кататься, и как скоро она сможет кататься. После такой травмы месяц, ну, нельзя вообще ничего делать. Не говоря уже о прыжках и вращениях, поддержках, но ровно через месяц мы уже выступали на Капу Фраши на показательных выступлениях. Это то самое выступление, через месяц после падения. И на второй минуте Татьмянина и Маринин должны были делать роковую поддержку. Первый раз на публике. Зал замер. Они сделали. Они преодолели этот очень важный психологический барьер. Перешагнули через страх и через боль. У меня было, что я пять минут катаюсь, пять минут сижу, потому что, ну, и физически тяжело, и голова кружится. И потом были ужасные головные боли в течение года, наверное. Голова болит и болит, и болит. И когда она пройдет, ты не знаешь, ты можешь пить таблетки, ну, ничего не помогает. Вам в таком состоянии приходилось кататься? Приходилось, конечно. Через пять месяцев после травмы Татьмянина и Маринин выиграли чемпионат мира. А еще через год приехали на Олимпийские игры в Турин. Их катание было идеальным. Преимущество над всеми соперниками неоспоримым. Они выиграли. И завоевали очередное золото российского парного катания. Своё, выстраданное через боль, через тренировки, через страдания, Олимпийское золото. У нас последняя поддержка он делает. И бежим мы на финальный Тодос. И Максим во всю взлотку орет. Ну, такой вот крик, видимо, радости, какого-то счастья. И я понимаю, что мы выиграли. Я говорю, посмотри, может быть, это в последний раз ты увидишь, когда стоит зал, когда все приветствуют вот это вот, то, что ты сделал. Я говорю, посмотри вокруг, это, может быть, в последний раз. И мы это всё сделали, всё сделали, всё сделали. А потом, выйдя из-под объектива в телекамер, Таня прямо в коньках побежала, помчалась в раздевалку. Там лежал мобильный телефон. Единственный в мире человек, с которым ей так хотелось поделиться своим счастьем, ждал её звонка в Петербурге. Наталья Васильевна. Мама. Ну, и первое, что, ну, естественно, ну, ай, дочь, молодец, там всё хорошо, там плачет, рыдает. Я говорю, мам, ты чего плачешь-то, всё хорошо? Она говорит, не, не могу. И вот так вот, первые минуты 15, она просто рыдала на взрыв. А вы слушали? А я слушала. После Олимпийских игр Татьяна Татьмянина, добившаяся в паре с Максимом Марининым максимально возможных успехов в спорте, закончит выступление на любительском льду. Начнётся новая, совсем другая жизнь. У неё и у её мамы. Вы бы знали, как хочу. Хоть внучку, хоть внука, всё равно буду воспитывать. Я теперь уже освободилась от фигурного катания. Должен какой-то быть следующий период. Следующий период – это нянчиться с внуками. Наталья Васильевна умерла 29 января. Её дочь забеременела в конце февраля 2009 года. Таня, а то, что вы не успели маме сказать, что у вас будет малыш, это тяжело? Это тяжело, потому что это была мамина мечта. И, к сожалению, она исполнилась чуть-чуть позже. То есть это была не только мамина мечта, это была и мечта моя. Вы говорили с ней про это? Да, то есть это вот в новогоднюю ночь была тема обсуждения, можно сказать. Когда исправили Новый год, я была в Питере, ой, в Москве, она в Питере. Я позвонила, и вот почему-то тема перешла на детей. Было такое активное обсуждение. А вот с отцом своей будущей внучки Наталья Татьмянина познакомиться и подружиться успела. Потенциальный зять к потенциальной тёще относился с уважением. Я её немножко побаивался. Мне казалось, что она, поскольку они были, как я уже сказал ранее, такие две сестры, и она стояла, как китайская стена за Таньку всегда. И понимал, что вот, не дай бог, что-то вот случится между мной и Таней. Она там меня, например, дубасит каким-нибудь веником или ещё чем-нибудь. Это место мы называем аквариумом. И когда не было ещё унитаза, ванной, была поставлена эта ванна, и я показал её Таньке, а она говорит, Лёша, это что? Я говорю, ну ванна. Я была в шоке от размера такого, потому что такие ванны обычно стоят где-то в салоне или в спа для каких-то волшебных процедур, а здесь дома... Зай, у нас волшебные процедуры здесь происходят. Да, но самое главное, то, что я всегда хотел, это душ с потолка. Такое ощущение, что вот как будто стоишь под таким тропическим дождём, получаешь настоящее удовольствие. Сколько раз ты получал удовольствие? Практически каждое утро. Да. Когда возвращаюсь с работы утром, перед завтраком, я встаю сюда и получаю удовольствие. Но Танька под ним почему-то не моется. На самом деле самое удивительное, что Лёша кричал, хочу ванну, хочу душ, а моется в гостевой комнате. Зачем ты выдала все секреты? Ну да, конечно, были сопротивления изначально, что да нет, да я не готов, да какой из меня отец? Уже на самом деле есть даже коляска, которая нам досталась от Иры Слуцкой. Я долгое время очень не особо хотел иметь, становиться папой, потому что я считаю, что это, конечно, огромная ответственность, и всё-таки это живой организм, и это не то, что купил игрушку, поиграл, выкинул, а это реально живое существо, и это часть тебя. Это здорово, когда у твоих коллег уже имеются дети, у которых можно что-то взять, типа коляски, где купать детей и так далее. Мы решились вдвоем. Танька давно хотела ребенка, а я как-то так думал, ну давай подождем, еще давай попозже, потом все-таки, ну ладно. Для меня очень было важно то, что человек согласился сам. Было обоюдное согласие, обоюдное да, мы хотим, и это, мне кажется, это самое главное. А потом был день, который они оба действительно очень ждали. Танька пошла пробовать этот тест, проверять, беременна она или нет. Я что-то навозился на кухне, и у меня внутри такое ощущение, что вот она сейчас выйдет и скажет, я беременна, то есть у нас там будет ребенок. Когда я вышла и сказала, Леша, я беременна, у меня прям наворачивались слезы на глазах, и он сказал, я же тебе говорил, что все будет хорошо. Я взяла второй тест, пошла, ну естественно, опять положительная, так что вот в этот день это был март, так что я не помню уже, какой это день был. Ну вот, так что я, конечно, был безумно рад. К имя мы как-то придумали довольно-таки просто, у нас было три варианта. Например, Аннабель, по-моему, Николь и Лиза. Но Аннабель как-то все-таки для России немножко сложновато было бы. А вот Николь все, вот кого мы знаем, кого зовут Николь, какие-то они немножко... Ну да, ну какие-то они такие странные немножко. Поэтому остановились на Лизе, и все-таки Лизавета Алексеевна звучит нормально, так что... По-царски. По-царски, да. Татьяна и Алексей начали встречаться в середине 2008 года. До этого были знакомы много лет. Объяснить, что именно послужило толчком к началу отношений, они не могут. Значит, просто судьба. Всему помог и Ледниковый период, и помог тур, который проходит по городам России. Потому что там мы уже находились огромное количество времени вместе, проводили. И плюс мы как большая такая шведская семья кочевали из одного города в другой город. И вот как-то отношения стали более ближе, ближе, ближе. И вот не было такого, что Татьяна, разрешите вас пригласить куда-то, например, на вечер. Как-то это произошло и спонтанно, внезапно. Так что тяжело вспомнить, кто на самом деле был инициатором. Скорее всего, я думаю, что я. Поначалу оба не задумывались, насколько все у них серьезно. Но время подсказало, что да. И чтобы сохранить свои отношения, обоим пришлось измениться, особенно Татьяне. Вот наглядная иллюстрация, как поменялись ее взгляды на жизнь всего за несколько месяцев. Март 2009 года. Татьяна Татьмянина, какую мы все знаем. Все должно быть идеально и по максимуму. И я от человека, который рядом со мной, требую того же самого. Я могу раз убрать, могу два убрать, могу три убрать. А потом просто орать начинаю. Прошло меньше, чем полгода. Август 2009. Сначала я пыталась сказать, что нужно убирать за собой. Нервничал. Указывала. А потом, ну, слушай, тебе же не нравится, возьми на убери. Сказала я себе. И стало так легко жить после этого. А как же принципы, Татьяна? Ну, слушайте, когда живешь в семье, принципами приходится некоторыми поступиться. Иначе... Иначе ку-ку. Ну, можно так с принципами прожить всю жизнь. Еще год назад поверить в то, что такие слова может произнести сама Татьяна Татьмянина, было просто невозможно. Но новые ценности, новая жизнь. На самом деле, самое главное качество, которое не то, что у нее, а то, что обитает у нас вот эта атмосфера. Именно вот в последнее время люблю это слово, такая гармония. Что я как-то уверен, что в завтрашнем дне. То есть именно спокойствие, такой уют как бы домашний. И, не знаю, хочется просто идти домой. Это одно из самых главных. Ну, приятно слышать, конечно, такие слова. И с моей стороны я стараюсь создать все условия, чтобы Леше хотелось вернуться домой. Прихожу, завтра готов. Обед готов. Секундочку, а откуда прихожу, что завтра готов? Да, завтра. Из души, из душевой комнаты. Татьяна, это без подвоха вопрос? Чего? Какой? Откуда он приходит? Да, что завтрак готов. Какая реальность, он же приходит на завтрак. И это уже хорошо. Честно, Ягудин под утро никогда не приходит. Это была такая шутка на протяжении всей съемки. Такого не случалось ни разу, поэтому, честно могу сказать, что такого нет. Видите, квартира такая маленькая, она не развернулась. Татьяна Татьмянина стала мамой 20 ноября 2009 года. А уже через 10 дней, 1 декабря, Татьяна вместе со своим партнером Максимом Марининым вышла на лед и возобновила тренировки. Молодая мама, олимпийская чемпионка Татьяна Татьмянина. На самом деле, меня Танька даже не подпускает на кухню. Я бы, конечно, с радостью ей, может быть, чем-то помог. Я только подхожу, беру доску, думаю, сейчас салатик нарежем. Говорит, иди отсюда, пожалуйста. Я тебя очень прошу, иди, потому что после меня просто невозможно все вымыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok